Сегодняшние торги на Нью-Йоркской товарной бирже закончились резким ростом нефтяных котировок. Теперь баррель стоит больше 90 долларов. Информационное агентство Bloomberg сообщает, что на стоимость черного золота влияет состояние американской экономики. Что с ней происходит, спросим у Игоря Политаева. Она восстанавливается, но, как выяснилось, несколько часов назад не так энергично, как того хотел бы рынок. Цены на нефть взлетели сегодня выше 90 долларов за баррель. С начала года нефть подорожала на 14%. На рынке все больше свободных денег. Этому способствуют Штаты. Америка реализует так называемое количественное смягчение. А Европу терзает долговой кризис. В качестве опоры финансисты выбирают золото и нефть. Ее, помимо прочего, и потому еще, что в Америке холодная зима. Запасы топлива за неделю снизились гораздо сильнее прогнозов на 5,3 миллиона баррелей. России дорогая нефть на руку. Бюджет на следующий год сверстан исходя из 81 доллара за баррель. Это консервативная оценка. А бездефицитным он станет при 109 долларах. И по прогнозам, нефть в следующем году может покорить этот рубеж. На биржах против быков сыграл американский Минторг. Окончательные данные по росту ВВП страны в третьем квартале не оправдали прогнозов. Всего плюс 2,6%. К тому же на рынке жилья дела идут не очень. Продажи вторички не дотянули до ожидаемых. Тем не менее, игроки на повышение удерживают инициативу. И РТС, и ММВБ в этом помогла дорогая нефть. Доллар на завтра 30 рублей 72 копейки. Евро 40 рублей 36 копеек. Итоги года сегодня подвела компания РЖД. Ее глава Владимир Якунин считает их удачными. Нам удалось добиться положительных результатов, так мы увеличили чистую прибыль в три раза, в четыре раза даже, по сути. Нам удалось существенно увеличить производительность труда. Нам удалось благодаря этому увеличить зарплату работников. Среди своих главных достижений железнодорожники числят создание федеральной пассажирской компании и второй грузовой компании. А еще поезда Сапсана и Аллегра. Самое значительное влияние на общество из всех новинок технологий в уходящем десятилетии оказал высокоскоростной доступ в интернет. Таковы итоги опроса, проведенного в США компанией ЗОГБЕ. За него проголосовали 24% респондентов. На втором месте расположилась социальная сеть Facebook, число пользователей которой в этом году перевалило за полмиллиарда. 22% голосов. Замкнула тройку поисковая система Google с 10%. Спасибо. Вот еще одна экономическая новость. Она пришла только что, пока вы выступали со своим обзором. У московского мэра Сергея Собянина появился зам по экономике. Мы помним, что накануне с этой должности был, вернее два дня назад от этой должности был отстранен Юрий Росляк. Он теперь представляет Москву в Совете Федерации. А новым замом по экономике стал Андрей Шаронов. Он в последнее время работал управляющим директором группы компании «Тройка диалога». Вообще-то известный российский экономист. Тут Интерфакс приводит детали. Он работал председателем Госкомитета по делам молодежи, спорта и туризма. И был заместителем главы Минэкономразвития. А это был Игорь Полетаев с экономическим обзором.